Всем привет, друзья! С вами Андрей Хорев. Это канал Футбол. Это жизнь. Итак, сегодня у нас продолжение рубрики «Футболисты через пять лет». И сегодня у нас продолжение нашего сезона за немцев. Итак, в защитной линии я предложил или Джонатана Таха, который сейчас играет в Байере, либо все-таки Джошуа Кимиха. И вы выбрали, естественно, этого золотого мальчика из Германии, которого сулит будущее Филиппа Лама. Но посмотрим, как он закончит этот выпуск через пять лет. Ну что, поехали! Итак, закончится первый сезон за Джошуа Кимиха. Бавария стала чемпионом Германии. Куба Германии выиграла Бавария Абгровердер со счетом 2-1. Суперкубок Германии выиграла Дортмундская Баруси, обыграв Баварию со счетом 1-0. Лигу чемпионов выиграла Бавария, обыграв Барселону со счетом 2-0. Лигу Европы выиграла Милан, обыграв Валериал со счетом 2-0. На чемпионат мира 2017 года сборная Германии квалифицировалась с первой строчки. Закончится второй сезон за Кимиха. Манчестер Юнетет стал чемпионом Англии. Кубок Англии выиграл Tottenham, обыграв Stock City со счетом 2-0. Кубок Ли Янгли выиграл Манчестер Сити, обыграв Эвертон со счетом 1-0. Суперкубок Европы выиграла Бавария, обыграв Милан со счетом 3-0. Лигу чемпиона выиграла Атлетика Мадрид, обыграв Манчестер Сити со счетом 2-0. Лигу Европы выиграла Лион, обыграв Бенфику по пенальти со счетом 4-3. Но в чемпионате Германии Бавария снова стала чемпионом. Итак, закончился третий сезон за Кимиха, Манчестер-Ренаттед занял третью строчку, чемпионом стал Манчестер-Сити. Суперкубок Англии выиграл Манчестер-Ренаттед, обыграв Тоттенхэм со счетом 2-1. Кубок Англии выиграл Хаддерсфилд, обыграв Суонси со счетом 2-1. Кубок Лиги Англии выиграл Арсенал, обыграв Ипсвичтаун со счетом 3-2. Суперкубок Европы выиграл Атлетико Мадрид, обыграв Леон со счетом 2-1. Лигу чемпионов выиграла Барселона, обыграв Тоттенхэм со счетом 1-0. Лигу Европы выиграл Лацио, обыграв Леон со счетом 2-1. На чемпионате Европы 2020 года сборная Германии квалифицировалась с первой строчки. Ну а в чемпионате Германии Бавария снова стала чемпионом. Итак, на чемпионате Европы сборная Германии заняла первую строчку в группе и вышла в плей-офф вместе со сборной Франции. В четверть финале они обыграли сборную России со счетом 2-0, в полуфинале обыграли греков со счетом 3-1, но в финале проиграли французам со счетом 2-1. Кстати, на чемпионате мира 2018 года сборная Германии вылетела в 1-8 от сборной Аргентины. Закончится четвертый сезон за Кимиха, Манчестер Юнайтед зовет вторую строчку, чемпионом стал Челси. Кубок Англии выиграл Манчестер Сити, обыграв Тоттенхэм со счетом 1-0. Кубок Лиги Англии выиграл Престон, обыграв Челси со счетом 2-1. Суперкубок Европы выиграла Барселона, обыграв Латсу со счетом 4-1. Лигу чемпионов выиграла Барселона, обыграв Манчестер Юнайтед со счетом 2-1. Лигу Европы выиграл Тоттенхэм, обыграв Наполи со счетом 2-1. Чемпионат Германии наконец-то выиграла другая команда и это Лейпциг. На целых 7 мячей они забили больше, чем Бавария, и тем самым выиграли чемпиона. Закончился последний пятый сезон за Кимиха, Манчестер Ренетт занял третью строчку, чемпионом стал Челси. Кубок Англии выиграл Манчестер Сити, обыграв Челси со счетом 3-2. Кубок Лиги Англии выиграл Челси, обыграв Нью-Кассел со счетом 4-0. Суперкубок Европы выиграла Барселона, обыграв Тоттенхэм со счетом 2-1. Лигу чемпионов выиграла Барселона, обыграв Милан со счетом 2-1. Лигу Европы выиграл Латсу, обыграв Ливерпуль со счетом 1-0. На чемпионат мира 2022 года сборная Германии квалифицировала со второй строчки и выходит вместе на чемпионат мира вместе со сборной Финляндии. Но в чемпионате Германии второй год подряд не выигрывает Бавария, чемпионом стала Барусия. Итак, закончился чемпионат мира и в группе F сборная Германии вышла со сборной Финляндии, прямо как и в отборочных матчах. В 1-8 обыграли египтян со счетом 2-1, в четвертьфинале обыграли португальцев, но в полуфинале проиграли испанцам со счетом 3-2. В финал выиграла сборная Франции, обыграв испанцев со счетом 2-1. Ну а бронзу чемпионата мира забрала сборная Италии. Ну что ж, друзья, большое вам спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на группу ВКонтакте, ссылка будет в описании. С вами был Андрей Хорев и канал Футбол. До новых встреч, друзья!